Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Прицельный выстрел или случайный рикошет следователи разбираются в причинах стрельбы в алтайской школе. Небоскребы в Барнауле. Как меняется краевая столица? Пришла зима. Меняем спорт. Что уже доступно любителям поразмяться на улице и кого к спорту могут не допустить? Глава следкома страны Александр Бастрыгин поручил доложить ему результаты проверки по факту стрельбы в школы Алтайского района, о которой стало известно накануне. Мой коллега Артем Гусельников побывал на месте происшествия, поговорил с отцом пострадавшего парня и нашел того, кто стрелял. Пистолет приперлил в туалете, там кто-то баловался, он быстро, там рикошет, там голову вроде как попал. Так, по-простому, в школе номер один в селе Алтайском описывают происшествие 1 декабря. Тогда в уличном туалете пострадал восьмиклассник. Ему в голову попала пуля из пневматики диаметром 4,5 миллиметра. Он говорит, что-то вот здесь отвозился, он у него выстрелил. Ну, походу, откуда-то отсюда рикошетом, ну, вот сюда-то взлетело. Пистолет негматический, значит, везде свободно подвезли. Стрелявшим оказался десятиклассник. Как парень признался, на педсовете пистолет он купил еще несколько лет назад, но в школу принес впервые. После попадания, увидев кровь, стрелок отвел пострадавшего к школьному врачу. Ну, раз, ну, кровь отвел, он в скорую уже. И сейчас восьмиклассник в больнице, в местном? Ну, в местном больнице, в пульку выкалопали, все, ну, может, а мать какая-то скорая. Бригадой скорой помощи доставлен подросток 14 лет с подозрением на сотрясение головного мозга и инородным телом в области волосистой части головы. Больной осмотрен неврологом и хирургом. Госпитализирован в хирургическое отделение, где инородное тело удалено. Сейчас врачи оценивают состояние подростка как удовлетворительное, но, несмотря на это, он продолжает находиться в больнице, рассказал отец пострадавшего. Когда выписывать будут, не говорят? Ну, сказали, нет, 10 точно. То есть у него сотрясение сильное, ну и открытая рана-то. Швы на два шва наложили. Два шва. Ну, а в целом сейчас здоровью ничего не угрожает, правильно понимаю? Да, да, да. Тем не менее, забирать заявление из полиции и идти на мировую мужчина не готов. По его словам, происшествие не было несчастным случаем, а о рикошете не может быть и речи, так как десятиклассник специально целился в его ребенка, уверен отец. При этом, отмечает, дети почти не были знакомы. В местном комитете по образованию и делам молодежи подтверждают, конфликта не было. Но поддерживают версию с рикошетом. При этом обоих подростков и их семьи характеризуют положительно. А стрелявший, говорят в ведомстве, уже много лет занимается в клубе пограничников. Занимается, да, в военно-патриотическом клубе. Ну, занят он, организован, то есть он непраздно шатающийся. В шахматы играет парень. Он занимается у меня в клубе шесть лет. Он шахматист, математик. Дисциплинированный, по крайней мере, у меня в клубе. Участвует во всех краевых. Выезжал на все российские соревнования. Имеет золотые и серебряные медали. Почти все свободное время, по словам женщины, парень находится в клубе. Помогает проводить тренировки по рукопашному бою, легкой и тяжелой атлетике. А после 11 класса мечтает поступить в военное училище. По словам самого десятиклассника, он принес пистолет в школу случайно. Забыл выложить после самостоятельной тренировки по стрельбе в лесу. Поугарать с пацанами решили, там народ был. В один момент пистолет заклинило. Мы постреляли маленько по деревьям. Пистолет заклинило. Фару раз нажал. Были холостые нажатия по спусковому крючку. На третий раз уже вылетела пуля. Там была перегородка между туалетами. И с той стороны перегородки уже закричали, что там кровь человека. Теперь признается юный пограничник. Он боится, что инцидент не даст ему начать военную карьеру. А также ждет, когда восьмиклассника выпишут из больницы, чтобы лично принести извинения. А между тем делом занимаются правоохранители. А федеральный следком взял под контроль проверку происшествия. Им предстоит выяснить, было ли произошедшее случайностью или намеренным выстрелом. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. В Алтайском крае растет число заболеваемости ОРВИ. Только за последнюю неделю зарегистрировано более 32 тысяч новых случаев. Подъем сезонного заболевания отмечается и у детей. На сегодняшний день в регионе из-за карантина закрыты три школы и один детский сад. На дистанционном обучении находится более тысячи классов. Коснулся дистанта и дошкольников. Причина – более 20% болеющих ОРВИ. И к другой теме. Губернатор края Виктор Томенко пообещал создать спортивную площадку для детей с ограниченными возможностями. Подумать вместе, какой она должна быть, глава региона пригласил школьника, с которым встретился накануне Международного дня инвалидов. Максим Трофимов учится в 6-м классе педагогического лицея в Барнауле. Мальчик давно мечтал встретиться с губернатором и обратиться к нему с просьбой. У меня была операция недавно. Я бы хотел, чтобы вы создали спортивную площадку для детей с ОВЗ. С ограниченными возможностями. Потому что я и другие дети хотят заниматься на спортивной площадке. Но у нас нет таких пока возможностей. Такая на улице, чтобы была? Да. Глава региона отметил, что в городе открыты площадки для отдельных видов спорта. Тем не менее, они не универсальны. И для начала нужно рассмотреть примеры. Давай подумаем, где это сделать и какой она должна быть. Хорошо? Давай все, твою просьбу взяли в работу. Будем обязательно ее выполнять. На месте речного вокзала в Барнауле появятся небоскребы. Новый жилищный комплекс из двух зданий высотой более 40 этажей претендует на звание самого высокого в Сибири. Кроме того, инвестор намерен обустроить прилегающий участок набережной, чтобы все жители и гости краевой столицы могли любоваться видом на обь. О планах и перспективах в строительстве Анара Шагирова. Еще в 90-х, когда на Солнечной поляне шла застройка, люди возмущались, что привычное место для активного отдыха обрастет многоэтажками. Прошли годы, а жилье здесь покупают и все охотнее. Теперь же ситуация повторяется с территории речного вокзала. Некоторые барнаульцы не очень радушно встретили новость о возведении здесь нового жилищного комплекса, рассказал на пресс-конференции инвестор Надар Шонья. И добавил, что этот участок может стать новым центром притяжения для горожан. Через несколько лет на берегу Аби появятся комфортные небоскребы высотой более 40 этажей, которые соединит общий стилобат с коммерческими помещениями. Наличие кафе, ресторана, наличие плавательного бассейна. Плавательный бассейн из шести дорожек длиной 25 метров и две дорожки детские. Наличие детского садика. При этом доступ к Аби останется открытым для всех горожан, заявляют строители. К слову, прилегающий участок набережной тоже обновят. Она соединится с уже существующими благоустроенными частями городской набережной и будет выполнена в одном стиле с ней. На строительство всего комплекса будет затрачено больше 5 миллиардов рублей. Мы постарались найти такую золотую середину, которая на въезде бы не закрывала и город, и в то же время, чтобы мы получили интересный объект, это, как можно сказать, визитная карточка, чтобы она стала в последствии визитной карточкой города. Вот так начиналась работа над еще одним крупным объектом в самом центре города. Долгое время территория бывшего стадиона «Локомотив» находилась в запущении и стала местом мелкой торговли. И только осенью 2020 года застройщик получил разрешение на возведение здесь нового жилищного комплекса. Правда, по традиции, не все барнаульцы сначала позитивно оценили новшество. Вы видите, да, но сейчас как-то меньше стало. Блогеры выходят, там какой-нибудь угол возьмут, там какой-нибудь кусок возьмут и подают как будто бы вес лакт или локомотив. Сейчас, не знаю, любой обед, как будто бы там бедствие какое-то. Но ведь, вы знаете, я считаю, что это неуважение к застройщикам, люди, которые созидают, люди, которые стараются делать. От стадиона «Локомотив» оставили не только название, но и главный фасад бывшего стадиона, который выходит на проспект строителей. Решено, что этот исторический объект станет фасадом магазинов, кафе и других заведений. Сами же дома будут в английском стиле с разными планировками квартир. В перспективе еще один жилищный комплекс на проспекте Сибирском. Это будет современная 15-этажка, строительство которой начнут с 2022 года. Правда, застройщик презентовать его не торопится. По моему мнению, срок реализации нового, вы все равно зададите этот вопрос. Начало – это конец первого квартала следующего года, плюс-минус месяц. Ну и где-то 2,5-3 года мы берем на реализацию данного проекта. Пока работы на этом объекте только в планах, на другом уже уверенно приближаются к финалу. В следующем году намерены завершить реставрацию дома купца Шедрина, или, как его знают в народе, русский чай. Здесь появится ресторан с традиционной русской кухней. Здание с вековой историей будет современным изнутри, что только добавит интерес, заверил Надаршонья. Однако на достигнутом ведущий застройщик Барнаула не останавливается. В планах работы и далеко за пределами региона. К примеру, строительство апарт-отеля на Красной Поляне в Сочи и жилого квартала в Подмосковье. Анна Рашегирова, Алексей Фризин. День с толком. В Алтайском крае растет количество детей с сахарным диабетом. Поэтому для маленьких пациентов и их родителей в региональном клиническом центре охраны материнства и детства создана специальная школа, где обучают правилам и поведению при этом заболевания. Как работает школа диабета и чем она помогает тем, кто столкнулся с недугом, в сюжете Софии Яценко. Сегодня мы пройдем тему сахарный диабет и питание при сахарном диабете. Питание, физическая нагрузка, дозировка инсулина. В этой школе занятия не прогуливают. Каждую тему ученики изучают внимательно. Причина – серьезное заболевание маленьких пациентов – сахарный диабет. А значит, любые знания о гипо- и гипергликемии – это шанс на улучшение жизни не только ребятишек, но и их родителей. Родитель и ребенок, они должны быть в партнерских отношениях. Ребенок не должен бояться какой-то гнева родителей по поводу того, что он чего-то там переел. Наоборот, ребенок, на мой взгляд, самое эффективное – это когда ребенок с родителем вместе обсуждают, какую дозу им сейчас поставить, как им правильно посчитать в данном конкретном случае количество хлебных единиц. Программа в школе диабета – 10 занятий по одному часу. За такой курс родители и дети узнают, как не бояться недуга, контролировать уровень сахара и что делать в экстренных случаях. После лекций врачи-учителя проводят небольшой экзамен. А проверка шприц-ручки? Ну, когда выбираем инсулинчик, мы должны нажать, чтобы хорошо было видно, что через иголку проходит инсулин, капелька инсулина. И тогда только делаем инъекцию. Обучаться в школе могут только пациенты центра. Однако врачи задумываются и о других формах занятий, чтобы как можно больше семей научились жить с этим диагнозом. На сегодняшний день активно занимаются созданием видеокурса. Взрослые ученики отмечают, что школа сильно помогла принять болезнь и облегчить жизнь как себе, так и детям. Когда мы такую болезнь принимаем, у нас очень большой стресс. И впоследствии нам надо сосредоточиться, потому что нам с этим жить. И когда нас приглашают в школу диабета, мы, конечно, прошли недельный курс. Нам все подробно рассказали, что это за болезнь, из-за чего она возникает. И полностью про питание, дозировочки, как делать правильно инъекцию деткам. Несмотря на то, что в классе всегда многолюдно, привлечь к учебе подростков получается не всегда. Им надоедает болеть этой болезнью. Это болезнь хроническая, неизлечимая, длительная, на всю жизнь. И очень часто у них бывают периоды отрицания этого заболевания. Я не хочу больше колоть инсулин, я хочу есть, как я хочу. Вот, наверное, большая наша роль в этом – смотивировать его и опять восстановить его в этом желании бороться за свое здоровье. А это каждый день борьба. Врачи признают, школа – это только начало большого пути к нормальному качеству жизни пациента. А лекции – это скорее стимул к более близкому знакомству с диабетом. Ведь только ответственность и серьезный подход к изучению болезни позволят научиться жить с ней в согласии. Из-за непогоды сегодня перекрыли несколько участков краевых дорог для автобусов и большегрузов. Столицу региона тоже ждет ухудшение погодных условий. И Барнаул к этому готовится. По данным метеослужб, сегодня во второй половине дня в Барнауле ожидается мокрый снег с дождем, и на дорогах сильная гололедица. Но, несмотря на это, дорожная служба подготовилась к работе в штормовых условиях. Из-за возможных осадков, метелей и ветра со скоростью до 13 метров в секунду в городе будут дежурить бригады для устранения подтоплений. На линию выйдут почти 120 единиц техники. Из них будет большое количество грядеров. В обязательном порядке нами будет организовано дежурство тяжелого состава для обеспечения проезда на все поселки, на территории города, чтобы утром общественный транспорт у нас смог спокойно продвигаться во всех направлениях. Также будет организована уборка льда и снега на основных городских улицах и проспектах, на остановках и пешеходных переходах. Кроме того, на круглосуточное дежурство выйдут работники вышек и снегоочистители горэлектротранса, а Барнаулгорсвет вывел на линию аварийные бригады. С учетом того, что сегодня нам снова к вечеру предстоит потепление, а ночью похолодание, то есть от плюс двух до минус шести, мы снова готовы адекватно реагировать на происходящее и по возможности не допустить образования наледей и скользкости на всех маршрутах и пешеходных связях. Чтобы работы велись максимально быстро и эффективно, специалисты просят водителей постараться отказаться от использования личного авто, быть осторожными на дорогах и с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники. Арджем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. 60 табличек с цифровым кодом появятся на зданиях краевой столицы. Их разместят на памятниках истории и культуры города. Суть в том, что любой прохожий может навести телефон на табличку того или иного здания и услышать его историю. Проспект Ленина, 82. Объект культурного наследия. Памятник архитектуры и градостроительства регионального значения. Накануне в Барнауле начался монтаж информационных табличек. Одна из первых появилась на доме под шпилем. Тексты, рассказывающие об объектах культурного наследия, озвучили студенты Алтайского государственного института культуры. Это совместный проект АГИКа и Алтайохранкультура. Мы написали грант, подали его в управление по молодежной политике Алтайского края. Этот грант выиграли, мы приступили к реализации. Мы сделали цифровые коды, разместили их на портале Изи Тревел. Это такой беспланный портал для размещения информации. И отдали на печать. Мы работали, ну почти 9 месяцев мы работали над этим проектом. Эту работу мы ведем не первый год, и не только мы ее начали. У нас в прошлом году порядка 200 табличек было установлено. И в этом году, вот уже на 1 декабря, нами согласовано 360 информационных табличек, которые либо уже установлены собственниками, либо еще будут устанавливаться. Авторы проекта рассчитывают, что цифровые коды привлекут внимание не только гостей краевой столицы, но и ее жителей, многие из которых даже не знают о тех или иных исторических памятниках, проходя каждый день мимо них. И к следующей теме. QR-коды будут проверять у гостей катков, снежного склона, лыжных баз. Такие правила в этом сезоне. Кстати, несмотря на начало декабря, жителям Барнаула все еще доступны не все зимние виды спорта. Слово Дмитрию Дроздову. Сноуборд, коньки и лыжи. Топ-3 самых популярных зимой видов спорта. Любители экстрима уже принимают Барнаульский центр склонов. Снег, который завезли неделю назад, уже укатали. А если вы не дружите со скоростью, можно заменить сноуборд на обычные лыжи в лесу. Этот спорт с каждым годом собирает все больше поклонников. Здесь прогулочные лыжи. Вот это мы взяли лыжи с насечками, такие широкие, короткие, палочки с кольцами и пошли гулять. Гулять. То есть это даже не классика вот это по лыжне. А шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Гуляем, дышим воздухом, кайфуем в лесу. Но даже уличный спорт теперь под контролем. QR-код по указу губернатора нужно предъявлять в каждом пункте выдачи инвентаря. А руководители клевчений решили пропускать по кодам даже на саму территорию катка. Чтобы обезопасить тех, с кем потенциальный зараженный мог бы пересечься в раздевалке или в буфете. На клевчении лишь готовиться к новому сезону. Недостаточно сильные морозы для того, чтобы сделать быстрый и качественный лед. То есть заливаем, льем воду, приходится долго ждать, когда она застынет. Если бы сейчас у нас держалась бы погода на уровне 15-20 градусов, ну минус, то мы бы залили бы все это дело довольно быстро. Слойность. Основной принцип создания льда. Заливают, срезают, выравнивают и так несколько раз. Судя по прогнозам, небольшому морозу. Главный каток города появится к середине декабря. Дмитрий Дроздов, Александр Андропов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.